Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второзаконие. 28 глава. 1 по 63 стих. Глава. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь в руков твоих восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Я немножко буду прервать, чтобы сказать. Это заблагословение. Темой сегодня называется будет успех. Успение, успех. Как раз приближаемся к празднику. Памятная дата, лучше сказать, успение Божьей Матери. Вот здесь мы успех какой-то делаем или нет. Израиль входит. Сколько, не знаю, но 3-5 миллионов. Как можно было до всех донести? Сегодня это как-то можно. Средства, информации усилить. Тогда ничего этого не было. Только голос. Передавали друг другу. Еще не вошли в землю. Но уже поставлено, что с ним будет. Вот сегодня я коснусь этой темы. Успехи везде. При рождении, при жизни, при смерти. Если успеха нет, дальше будет говориться, что с ним будет. А какие успехи? Человек, чтобы быть успешным, заканчивает какое-то училище, университет. Должны быть где-то близкие люди, которые там помогают продвигаться. И младше его затощить где-то. И в семье. Вот мы каждое утро молимся. У нас 5 утра начинается. Мы уже всем оповестили. Один человек приходил. Ни одного сейчас из деревьев не приходит. А зря. Потому что у нас люди с разных континентов. И дальше идет через 2 часа у нас идет. 2 часа, звонок, звон идет. И опять все уже здесь. Начинается моление. Все нужды. Вот у нас взяли некоторых людей, которые на фронт отправляются. Кого взяли? Там не видно родителей. Которые никогда не видели. Со слезами просят. Тем более сейчас говорят, насколько известно, я не видел. Но что там в других местах сегодня с Курском связано. Которые срочная служба их тех туда отправляют. Сколько лет я, Толя, постоянно идите в военкомат. Подайте заявление на альтернативную службу. Без оружия будут служить. На фронт не отправят. Ну, отправят, но спасать людей. А почему? Потому что для всех Бог дал один закон. Откровение 13 глава 10 стих. Говорит. Для себя сейчас прочитайте. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. А там пленных много. Тебе скажут, веди их куда-то. Дальше. Кто убивает мечом, стреляет там или что-то. Тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Значит, терпения нету и веры нету. Я, к сожалению, со страхом узнал, что, оказывается, кого я просил здесь. Ну, знаете, родственник Александров. Перед этим даже ролик сохранился. Я умолял. Я просил. Не идут. А теперь там будут разговаривать по-другому. Вот, допустим, на Украине у них за 10 дней. Подал заявление, оно действительно. А здесь год, там полгода. Срок должен быть. А когда подаешь, опоздал. И там будут разговаривать, как дезертировать. Разговаривать не будут много. Это те, которые крепко стоят в вере, а не удержат. Успешен не будешь. Вот мы сейчас собрались молиться. Сколько человек? 15. Запомните. Минимум 15 ангелов стоят здесь. Представляете их. Почему? Говорят, а когда ангел дается? При рождении или при крещении? Библия не отвечает. Но, судя по Библии, косвенно так показано, при рождении. Иначе бы те, которые пришли, они были бы убиты. Дьявол. Дьявол всюду. Он может здесь сейчас стоит рядом. Люди идут куда? Да на литургии и идут. И в то время Антоний видит, идет дьявол. А ты куда? Храм? Да у нас литургия. У нас митрополит приезжает. Вот я там и буду. Без меня ни одной литургии нету. И это нигде, это мы должны увидеть. Читается. Жития святых с 19-го, с 17-го января. По старому стилю. Люди причащаются с причастием. Тут запивку дают ему. Дальше мы не видим. А он один только видит это. Макарий Александрийский. Он видит, что демона ему в рот уголь толкают. Причастие в губах не сгубы нет. А куда причастие? Незримо ангелы руководства относят туда, откуда пришло. Нас это пугает? Нет. Как мы ведем себя? Когда мы молимся о всех святых у нас распределенном. Отдельно, последнее уже молимся о женах и девах. Перечисляем всех святых. И в конце добавляем, что им дать. Запомните, которые люди женаты. Которые недавно женились. Послушание. Молчание. Целомудрие и стыдливость. Четыре пункта просим. Это все спасение. Послушание. Чтобы она слово тебе против не говорила. Даже в Библии что-то спросить. Дома спроси. Дорога идя, чем-то другом говори. Чтобы не раскрести то, что есть. Это мы считаем святой Библией. Еще раз повторю. Послушание. Полное послушание. Которого и военские частяне. Ты написала письмо, она может писать, но не отправить, пока ты аминь не поставишь в конце. Молчание. Закрой интернет для нее, чтобы она туда ноги больше не ложила. Без твоего ведома. Молчание. Целомудрие. Слово не надо пояснять. И стыдливость. А не так, что не успеют. Ну понятно еще. Что она может дать, когда у нее ничего нет? Она рекламирует тело свое. Ну после свадьбы-то зачем тело-то свое показывать? Ну едва ли не голод стоять. Я смотрю, ужас наполняет. И она батюшка. Ты маленько-то смотри, паства твоя. Какая паства? Господь говорит, посылаю вас, как овец среди волков. Овец среди волков. Повторим. Значит, олцы, верующие, неверующие. Но когда апостол Павел собрал приспятеров, епископов, выступает перед ними. Считаем Деяние апостола, 20 глава, 29 стих. Он говорит, из вас самих восстанут. Говорить превратно будут. Лютые волки. Так, теперь, посылаю, как овец среди волков. Волками называются неверующие, сектанты, коммунисты, там, фашисты, все. Здесь священство одно. Лютые волки, бешеные. Как они нападают, когда свидетельствуешь? Я сколько терплю? И, наконец, нашелся человек, Павел Бочков. Докторами, там, по религиозам, профессорами, там, по юрисдикции и все. И все перепечатал журнал Покров, местной епархии где-то. Ко мне могут называть мое имя, отчество. По-разному относятся. Но тысячи людей, которые пришли в православие, вы куда денете? А как это? Мои ничего здесь нет. Бог благодать дает. Слово успех. А вы можете похвалиться. Хвалящийся хвалить Господу. Мы сделали минимум 4 миссионерских поездки. Заезжая в каждый районный центр до Тихого океана. Прошли все страны. Где-то ночевали, везде проповедь. Новые люди приходили. Даже к папам в Римске пробрались. Все передали. И дошли до Португалии. И там как будто нас ждали. Никто нас не знает. И все сразу открылось. Припомнили перед этим. Год назад Осет Геннадий Фаст был там. И все. Не раньше, не позже. Вот когда путь твой угоден, Бог говорит, ты врагов. И он примеряет с ним. А что у вас самый главный успех был? Самый главный успех в моей жизни был 27 сентября. Вот он рядом где-то. В 1962 году в 17.00. Когда я сошел на берег, они куда-то в кино сходились. Корабль стоит на рейде. А душа просит познания его. Меня никто не уговаривал. Никто не считал. Я поэтистической литературе тогда все можно было найти. Где опровергает. А где... Что опровергает? Это я вырезал и отдельно делал себе тетрадку. Считал. Отдельные слова только. И вот среди пятидесятников оказалось, куда я зашел там, показали. И дали мне Евангелие. А сегодня, считаю, уже сейчас на них. Да это свидетели Львова тут запрещали. На них напали. Пять тысяч церквей у них закрыли. До нас заберутся. Они где-то уже рядом топчутся. Чтобы все религии истребить. Одна будет. Которая будет под 666. Уже объявили. Самым важным. Первосвященник в Израиле поставленный. Сосуды наши вернули. И сегодня событие за событием. Прямо показывает. Три часа назад. И показывает на небе, являя себя Христос. И понимает, обращает народ свой. В другом месте явления. Явление за явлениями. Но можно подделать. Не знаю. К вам сошел дьявол в великой ярости. Ища кого поглотить. Он ищет. Мы пришли сюда не просто так. Мы дети Божьи. Если Бог тебя наградил каким талантом. Не зарой его. У одного таланта. Один, два, три, пять. Десять. Дальше пять надо в десять превратить. А если пришел. Спроси сегодня. Какую одежду Бог дает. Вот заметьте. Заметьте набрать шлипир. Пойдешь. Ну на брак шлип пойти-то. Попьешь. И там выпить дадут тебе. Интересно там играет. Музыка какая-то. Пойдем. А хозяина нету. Возлегли. Хозяин зашел. И не спрашивает, что ты грешник. А ты как сюда зашел? В непрачной одежде. Какая-то брачная одежда. Где-то она дает. Дается. А где дается? Галатам. 3.27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа влеклись. Вот где он дает одежду. И какая она белая, чистая. Вот у них какая-то тонкая такая материя. Как святые отцы говорят, и родные средовские другие говорят, что она не бывает велика одежда для младенца, и не бывает стянутой маленькой для богатыря. Бог по размеру каждому дает. Растет человек, и растет одежда с ним. Это образно сказать. В человеке, к слову сказать, вот растет, все, пальцы, ноготки вместе его расставятся. Вот смотри, у младенца какое. Все, но только есть одно место, где Господь не коснулся. Вот какой родился, до самой смерти какой будет, а там косточка. И она не увеличивается, не уменьшается. Ну, догадались, что это в ушах, на ковании молоточек. Иначе бы голос матери уже на второй год, он ее был бы как бас. Он одинаковое звучание дает. Почему колокол звучит такой, а который поменьше, теньки, это школа у вас. Вот. И спрашивается, а как человек меняется? Вот здесь. Меняется внешним видом. Он незамечаемый привыкли к этому. Но если ты во Христе, ты будешь видеть, почему человек так меняется. В лучшую сторону или нет. Вопросы ставит человек сам себе. В прошлый раз я поговорил с кем-то, вот с пятого на десятого, даете читать Евангелие. Нет, ни утром, ни вечером, ни нет. Почему? Да не нужны мы ему. Я пытаюсь узнать, зайти домой бесполезно. Притом никто не обижает человека. Сообщество такое покинуть, где все верующие, это что-то стоит. В прошлом году один крестился, и ко мне все подходят, но они пришли за через интернет. Да мне какое наказание? Вроде я должен дать и пяти бюймов. Ну, это батюшка даст и пяти бюймов. А мне что? Я необычный первый раз, я говорю тебе, если ты ищешь от меня совет, я тебе советую, как и пяти бюймов, ежедневно пять раз подходить к зеркалу и смотреть на твое лицо. А что это такое? Больше ничего не надо. Ты посмотришь, вот как, и говорят, как орла, орла юность твоя обновится. Сейчас считали, как орел будь, змея, Господь, будь просто как голуби, а голубей ты не видел, а в чем простота? Все объяснено уже в нашем трехтомнике Блаженного Фапилакта. Ну, а как? Я могу ответить только Священным Писанием. Ты увидишь глаза. Человек меняется. До этого смотрел, такая злоба у него была. Говорит, обидно, что где-то его там обидели, что-то отняли, хотя жена уже третья. Это ты отнимаешь, а не он. И как, замечаешь, что ты замечаешь? Я нынче опять был, и проскакивает, я говорю, к зеркалу, а я работаю. Вот, вот, видишь как-то. А зеркало где? Да в кармане. Чтобы я везде мог на себя... Посмотри сейчас на себя. Люди-ка, глаза мгновенно изменились. Я видел людей, которые, когда мы заезжали, он мне забил туалет. Зачем он городской тип? Он тазик приготовил, мне ноги умыть. Это вообще... Годы идут, и ты сам на себя посмотри. Когда человек не воздерживает постер. У нас поста-то нет практически. А ты вот сейчас помаленьку отруби. Что любил? Долой. Три раза было сделай, на два переведи. А всего-то ничего, всего-то две недели просто. И ты увидишь, как плоть начнет вопить. Да нет, да никак, да сегодня. Ты просто успокой ее, успокой плоть. Плоть видимая, и она временная. А душа невидимая, и она стонет, и она вечная. У меня такой огромный опыт в этом общении с людьми. И вот к ним заезжаем. И она плачет, жена его. Я говорю, а что с тобой? Я ангела потеряла. Да как она могла сделать это? Ну, всегда у меня будил. Подходил и будил. Я знаю, муж на работе работает. Сейчас придет, помолимся. А возле не протопило холодно. И я не встала. Он только сказал, Анна, вставай. Я не встала. И больше он ко мне не подходит. Я сама должна будильник и заводить то другое. А у вас есть опыт? Есть. Я знаю, что днем никогда не ложился. Мы прожили 62 года. Она меня не видела, что в нем я лежал. Отдельно сделаю спинку повыше. Где-то откинулся. Несколько минут. В печке станут 15 минут. Господи, мне 15 минут. Я падаю уже от усталости. 15 минут проходит. Стук рядом. А иногда даже, думаю, во сне. Тихим шепотом говорится. Вставай. Это Бог делает. Сошвали все хваляще, все хвалили Господом. Это не закрещается. А почему? Вера в этом заключается. Вот это дата, проверьте, у вас была дата или нет. И когда стремились молиться, первый раз в жизни я открыл родство и сказал Господу, чего я хочу, что веры у меня нет. Хотя мать говорила, от родителей, если родители верующие, бабушки были, это большое дело. У меня религиозные были по отцу и по матери, бабушки. Очень ревностные были. Но они не были со священством. Это восстановит Господь нам очень быстро. Мы-то находимся в церкви, а они... И вот что мать сказала, нельзя делать. Дрожала буквально. В школе не пей. А школа вот была здесь, где вот старость. Да, в какой... А дальше нельзя это вот туда пройти. И что? Мать сказала, не пей. А пить охота. Бегом-бегом на большой перемене. Стакан выпал, пока добежишь, он уже его и нет. Все. И так кончил 10 классов и ни разу не напился в школе. Родители. Заботьтесь о детях. Вложите в них то, что не успели вложить. Ваше слово. Тем более, как апостол Павел, когда пишет Тимофею письмо, и говорит, бабки-то в Лоеде, матери перечисляют. Вера была. То есть ты получил оттуда. Хотя мать-то вышла за грека. Ну вот как Господь сделал. Итак, мы сегодня посмотрим, с чем мы пришли. Это нам Господь говорит. И жить если Твои, Твои, что-то построил, склады, Бог все сохранит. Откуда будет? Не знаю. Может мне спать Бог не дает из-за Тебя. Каждую ночь с такой радостью схожу под звездное небо и с таростью. Прошу Господи, дай добрую погоду, чтобы урожай был. Мимо там проходим, знаешь, последнее. И там кто бы с нами не было. Иногда человек 20 было. Все останавливаемся, начинаем молиться у края поля. Бог это делает так. Это не то, что я себе какую-то тягость сделал, а радость, облегчение. Дальше читаем. Пошлет Господь Тебе благословение в жительницах Твоих. И во всяком деле рук Твоих. И благословить Тебя на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Все ваши ремонты, что делать, и все Бог будет благословен. И с такой скоростью. И ты не думаешь даже это. Все будешь уметь делать. Поставить Тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся Тебе, если Ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твоего, и будешь ходить путями к Его. И увидят где-то все народы земли, что имя Господа нарицается на Тебе и убоятся Тебя. Вот как теперь спрашивают, а как нужно понимать, вот сейчас Израиль, там Хамас, и Израиль объявил войну. Ну Израиль и вокруг мусульманские страны. Территория Израиля меньше врагов в 500 раз. Ну тут даже сказать нельзя. И он объявил им тоже войну. Они где-то собрались, там только все. У него такие ракеты, одной ракетой буквально всего у них четвертого руководства. Ирак сразу объявил войну. Не успели выйти, он уже запустил им. А как ваши отношения? Бытие 12.3 запомни. Там ответ еврейского вопроса. Благословляющий вас будет благословен. Проклинающий. Тут все в свободе. Можешь проклинать. И будете вы прокляты. Жили, захватили, все. Ограбили страну, там революцию устроили. Что угодно можешь говорить. И будешь проклят. Будешь проклят. А как, Господи, обрати их. Они не узнали Тебя, как Мессию. Они остались за бортом. Мы, язычники, пришли, они не знают. Там есть верующие, патриарх есть. Но основное это иудейство. Далее. И даст Тебе, Господь, изобилие во всех благах. В плоде череду Его, и в плоде скота Твоего, и в плоде полей Твоих на земле, которую Господь клял за Отцам Твоим дать Тебе. Земля не просто так, а в другие народности живут. Господь ведет его. Нравится страна, нравится. Это не Твое. Ты не останавливайся. А здесь, ох, как хорошо. Не надо сюда. А он посмотрел, как рай. А это Садум. Не останавливается там. А лот пошел, и едва не сгорел. Вы знаете эту историю. Садум и Гамора, окрестные города. Бог сжег в одно мгновение. И все где-то на дне моря. Мертвое море, так и называется. В мертвом море ни один человек не может утонуть. Тело не погружается. Самые маленькие какие-то букашки. Ничего нет. Ни рыбы, ничего. Мертвое. И город находится там. Это пример. Мертвое. Что после нас будет здесь? Мертвая зона. А это многое дает. А как человек меняется? Меняется по глазам, я сказал. И вот человек, который приезжал там, ноги мыл и прочее. Ну, далеко-то не здесь вспоминать. Проходит время, я снова встречаюсь. Это ты или нет? Лицо суровое такое. Глаза такие, как у бешеного вепри, дикого кабана. Любого разорву. А ты что ж, как это случилось-то? А что особенного? То есть полностью закрыто все. Запомните. Превращается в дикого кабана. А как? Его нельзя взять. Даже стреляет пуля, она отолга у него. Рикошетом идет. И он клыками сами человека полосует пополам. Поэтому молитесь о ближних. О знакомых говорите им. Будьте успешны в приближении Господа и в служении Ему. Батюшке сделали операцию. Вчера он звонил. Голос так хороший. Я только одну просьбу. Батюшка, умоляю тебя, ты никуда не езди. Ну, операция была. Зачем тебе каждый год один маршрут? Квали своим океаном. Тулу, дальше по мощам. Сам уже как мощи. Без тебя там и кто? Я уйду? Даже не дрогнет никто. Почему я остался? Возбег себе, говорит. Вот так мне сегодня говорят, что Кушкин написал там пророчески о вас. Не знаю. Но вот сейчас готовится к изданию. Мы уже начали печатать. Семитомник. Пропаде в стихах. Семь книг по 1320 страниц. И сразу же приступили к тому вопросу, к которому я отвечал. Сейчас отдельно уже работает минимум 30 человек. Выбрать, правильно ли, нет и где ошибок. Это Бог делает. Я с вами остаюсь навсегда. И не только с вами. Я прошу помолиться вам, батюшке нашему, чтобы никуда он не двигался. Зачем? Охота идти куда? Ну, пойди. Ну, рядом же села, которые, не знаю, где мы уже прошли, уже давно. Новые люди. Евангелие есть. Я тебе дам сколько? 100, 200 тысяч. Я дам. То есть у меня все есть. Он ни разу с нами не был. Хотя понимает. Крещение пройдет. И он ни одной души нет. Он через меня пришел. А я говорю, а я пришел здесь. Ну, все вот, через тебя. Ну, а как он и не придет, когда мы свидетельствуем? Мы сеем и сеем. Каждый день. И вы проверьте, как ваши родственники. Верующие они нет или не верующие. Я знаю, здесь люди есть, которые, дети их приходили ко мне на дом. И говорили, придем на занятия в университет. Так и не пришли. Ну, а теперь их и не вижу я. Время коротко. И не хвалий, завтрашний день написано. Ты не знаешь, что он родит тебе. Мы знаем только, что трудное, тяжелое время грядет совсем-совсем рядом. Ни к чему не прилипляйтесь. Я вчера говорил об одном, некоторые не слышали. Когда человек начинает злодействовать, он не понимает, что делает. Себе запомните два места. Исайя, 5 глава, 8 стих. Эти люди объявляют войну. Открыто говорят, чтобы разрушить наше селение. А Библия говорит. И отнимаете дома и поля, как будто вы одни на земле. Места для вас нет. Пророка Михея, 2 глава, 1, 2 стих. Лежат и ночью задумывают злодейство. Но у нас написано, имение вашего расчищения приняли с радостью. Они даже не знают, что когда они гонят, они венец золотой плетут. Ты только благодари и благодари. Если тебя никто не гонит, и все говорят о тебе хорошо, подумай, какое горе ждет тебя. Горе вам охотство говорит, если все о вас будут говорить хорошо. А как? Ну никак, потому что мы совершенно противоположны. Мы из царства любви, из царства неба. Господь нас сделал другими. И поэтому враг лютует. Ложные обвинения могут быть. Вот взяли кого в армию, которая даже еще не отправлена. И мы каждый день, и люди поминают их имена. Материопомните. Приходите, молитесь вместе. Ваша родительская молитва очень ценная. Смотрите, слезы уже не помогут, если их не будет. Люди, которые совершенно не видели ваших сыновей, будут брать и других. Война-то не просто так прорвалась Украина с севера, там и танки, и все ввели. А Америка там посылает и посылает. Где-то и на море уже там война. Война самая настоящая идет. Не просто временная. Временная там выше зашли, нет. И неблагополучие с другими государствами. У России сегодня минимум 50 государств враги. Даже говорить страшно. А какая очередь ждет? Откровение 17-18 главы. Тут все сказано. Как-то маленько запоминайте. Приходите сюда, записывайте. Итак, считаем дальше. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь, земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделай тебя Господь головою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь поминоваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня, хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов. Другое теперь. Поняли, что здесь? Ходатай будут, техника, все у тебя будет. Ну, ночь это ложитесь по сторожу, это нигде нету. А ведь было раньше, это тащили ваши... Это милость Божия. А вот дальше теперь, а если не будете слушать, Израиль приходит в землю, Господь перевел, где народы живут, Проверьте где-то. А народы Бога не знают. Снести их и брать до одного. Да как это? Тебя не спрашивают, как? Бог сказал. Эти народы изжили себя. Мы находимся на этой грани где-то. Только за время перестройки 120 миллионов аглортов. Каждый год почти на миллион убывает. И сегодня жалобы какие. Жениться начинают где-то в 40 лет. Молодежь не хочет семьи заводить. Почему? Ну, это демографическая проблема. Тьфу, слово такое не люблю. Вопрос, почему? Потому что нет уверенности, за что-то не, никакой. Далее. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать глаз Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, о которой я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия си и постигнут тебя. Проклят ты будешь здесь в городе, и проклят ты будешь на поле. Проклят ты будут житницы твои, колодовые твои. Проклят будет плод черепного и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем, и проклят при выходе твоем. Пошлев Господь на тебе проклятие, смятение и несчастье А в всяком деле руб ты их, какое не станешь ты делать Да коли не будешь истреблен И ты скоро погибнешь на злые дела твои За то, что ты оставил меня Причины оставил Вот здесь жили люди, они неугодны были Господь смел, ни одного нету 20 лет земля отдыхала Я помню, здесь Леп его звали Вот такой Леонтий, видимо И вот он на какой-то... Тут и машин-то таких не было Что-то, видимо, связано было с подъемом где-то Ну и захватил шестерем по руку его Ну не растерялся ногой, то уперся во что-то Вот так руку вырвалось плечом И сумели как-то задержать Будьте осторожны с техникой Выключи 10 раз на той каприза Когда работает, ничего не делай Не подходи даже к ней Я сколько раз об этом говорил Говорю в свое время, пока еще ничего не случилось А то студентка полезла куда-то А то уже с той стороны только клощи вылетели И далее Пошлев Господь на тебя моровую язву Да коли не истребит он тебя земли В которую ты идешь, чтобы владеть ею Поразит тебя Господь Техлостью, горячкую, лихорадкую Воспалением, засухую, палящим ветром и ржавчиной А сегодня специальная задача стоит определенным людям Треть человечества убрать Вторая мировая война Сегодня останавливается 72 миллиона погибло во всем мире Во всем мире Задача стоит сегодня Сегодня 8 миллиардов и примерно 270 что ли миллионов людей Треть человечества, Библия говорит, будет уничтожено За 2 с лишним миллиарда уберут умышленно Без войны И знаете, это щума, язва, все И там работали годами, столетиями Умирает король Англии Говорит, а кем вы на том свете хотите быть? Он говорит, бациллы Чтобы ненужные твари убрать, чтобы природу не портили Вот как Здесь он привык ко всему А там даже согласие надо Ну жить-то невозможно Вот мы где проехали Ну в лес не зайдешь Ну чтобы где-то вывыли Ну у нас все загажено Вся природа Главное, что души Четкости нету Сказали, выполнили, не выполнили Какие-то доказательства Там посмотрели Вот интересно, как я первый раз просчитал Ну и кто-то видел, как случилась авария Вот это свидетель А как фамилия Хохлов? Какая вера? Какая вера? Никакой Она записывает, чтобы свидетелей брать Ну никакой Ну как никакой? Католик ты или? Протестант Ну никакой я коммунист Совсем не веришь? Она защеркнула и порвала Да что ж сразу ты не сказал? Неверующего свидетеля брать нельзя И судьями нельзя ставить А у нас вся страна из них Вот как У меня опыт в этом деле очень большой Вот чтобы то, что назначило государство мне А мои требования были Потому что у меня изъяли 11 миллиардов стоило Ну теми деньгами Не доминировано еще И вот теперь пришло время рассчитываться им И все равно 11 лет шел суд И Господь его сделал Чтобы получил я два здания Тринадцать сотых И сейчас сказали То место застраивается И все убирать надо И мы Написали все Кто такое И нас выделили отдельно Дважды повторили По всей вероятности Даже не приблизиться Я сказал, что мы во двор даже не заходили У меня там склад Куплен контейнер Свой пример какой 12 целых И 20 Это какой контейнер И приехала техника Подняла его через провода Ширина 2,6 Для книг готовят И 2,5 высота Люди делают Сами не знают что Сегодня показали Построили корабль Говорили Самый большой был Титани Сегодня построили Он где-то в раз 10 Что ли больше 70 метров в высоту Что на нем есть 360 метров в длину Ну все для того Чтобы там и бассейн И прочее Все это временное А одна ракета И праха никакого не будет И поэтому не туда Люди средства отдают Найдите сколько людей сегодня Пенсия маленькая Ну проще это Есть куда руку-то протянуть В другом государстве где-то Ну а кому помогать Все живут в достатке Тобой будут интересоваться И далее И они будут Преследовать тебя Доколе не погибнешь И небеса твои Которые над головой твоей Сделаются медью И земля под тобою С железом Это атомная бомба Вместо дождя Господь даст Земле твои пыль И прах с неба Будет падать Падать на тебя Атрава Доколе не будешь И чесноку И чесноку И чесноку от которых Ты невозможешь Истелиться Поразит тебя Господь Сумасшествием Слепотою И оцепенением сердца И ты будешь Ощупью ходить в полдень Как слепой Ощупью ходить В потьмах И не будешь иметь успеха В путях твоих Успеха Я говорю Не будешь иметь Сегодня мы читаем Библию Нас здесь нету Это голос Божий звучит Далее И будут теснить И обижать тебя Всякий день И никто не защитит тебя С женой обручишься И другой будет спать с нею Дом построишь И не будешь жить в нем Виноградник насадишь И не будешь пользоваться им Вала твоего Заколит в глазах твоих И не будешь есть его А сла твоего Уведут от тебя И не возвратят тебя Овцы твои Отданы будут врагам твоим И никто не защитит тебя Сыновья твои Дочери твои Будут отданы другому народу Глаза твои Будут видеть И всякий день Истоевать о них И не будет сил В руках твоих Плоды земли твоей И все труды твои Будет есть народ Которого ты не знал И ты будешь Только притесняем И мучим во все дни И сойдешь с ума От того Что будут видеть глаза твои Поразить тебя Господь злою Проказываю на коленях И голенях Маленько себе Болезни разные Применить в себе Это вообще Сказать нельзя От которой ты не сможешь Истелиться От подошва ноги твоей До самого темени головы твоей Отведет Господь тебя И царя твоего Которого ты поставишь Над собою К народу Которого ты не знал Ни ты Ни отцы твои И там будешь служить Иным богам Деревянным и каменным И будешь Ужасом Притчей И посмешищем У всех народов Которым Отведет тебя Господь Семян много Вынесешь В поле А соберешь Мало Потому что Поест их Саранча Виноградники Будешь садить И возделывать А вина Не будешь пить И не соберешь Клодов их Потому что Поест их червь Маслины будут У тебя Во всех пределах Твоих Но и леем Не помажешься Потому что Осыплется Маслина твоя Сынов и дочерей Родишь Но их Не будет у тебя Потому что Пойдут в плен Все дерева Твои И плоды Твои И плоды Земли Твоей Погубит Ржавчина Пришелец Который Среди тебя Будет возвышаться Над тобою Выше и выше А ты Опускаться будешь Ниже и ниже Он будет Давать тебе Взаймы А ты не будешь Давать ему Взаймы Он будет Головою А ты будешь Хвостом И придут На тебя Все проклятия Иси И будут Преследовать тебя И постигнут тебя Доколе не будешь Истреблен За то Что ты не слушал Глаза Господа Бога твоего И не соблюдал Заповеди его И поставления его Которые Он заповедал тебе Они будут Знамением И указанием На тебе И на семени Твоем Которого Языка И крепких Стен И живший Неги И роскоши Которая Никогда Ноги Своей Не ставила На землю По причине Роскоши И изнеженности Будет Безжалостным Оком Смотреть На мужа Недра Своего И на сына Своего И на дочь Свою И не даст Нам последа Выходящего Из среды Ног ее Вот она Среды Ног То есть Рождается Ребенок Как говорится Ребашка Послед какой Есть И будут Смотреть Муж Никому Она не даст Она жизнь Продляет Когда ничего Нету Продляет Жизнь И детей Которых Она родит Потому что Она при Недостатке Во всем Тайно Будет есть их И в осаде В стеснении В котором Стеснит тебя Брак твой И в жилищах Твоих Для себя Скажите Вы читали Это Нет У нас Идут Занятия Маленьчи У нас Занятия Идут Кажется Четыре Или пять Раз в неделю По интернету Настолько Что Вопросы Там Тест Сдают Что именно Павел Написал С какой Причиной Что выделяется К чему Подражать Вот это Нету А ведь Все равно Рано или поздно Ты будешь Каяться Об этом Готовое Даже здесь Вот занятия Каждого воскресенья Нету А ведь мы Считаем Слово Божие Чтобы не ходить Тысячи причин А чтоб ходить Нету Не надо Не старайтесь В воскресенье Где-то Быть Обычно Пойду Короб Пости Или Еще Что-то Ну Лишь бы Здесь Не быть Только Вот так Это обман Самого Себя Дали Если И всякую болезнь И всякую язву Не написанную В книге Закона Бога Твоего И как радовался Господь Делая вам добро И умножая вас Так будет радоваться Господь Погубляя вас Истребляя вас И Изверзаны будете Из земли Молитва Никогда не дойдет Бог радуется Что с нами Так не Несправедливо Поступает Землю отнимут Ну представь себе Жилья нету А Китай рядом Одно движение Только И сразу Клынут сюда Они Не заботятся Альш Только Как о людях Потому что Каждый пятый На земле Кажется Китайец Им не надо Об этом Сейчас запретили Чтобы больше Двух ребятишек Чтобы не было А здесь По-другому Будет Мгновенно Сразу А мне Говорят И вы оружие Вы не будете Брать А как брать Ну Вашу жену Их зашло Четверо С автоматами И что Ты будешь Делать Ты маленько Это воображение Раскрой И Как саранча Слынет Сюда В один день Все выбросил Ну Днем То еще Ладно Летом То еще Ладно А то Среди ночи И зимой Выкинут Когда Раскулачивали Здесь Так и было Пришли У тебя Работник был Нет Но ты попал В списки Выходи Младенец На руках Выходи Выкинули Она к утру Держит Уже Мертвый Труп Это Сами Уничтожали Здесь И это Обошлось 12 миллионов Убили А то Гильтер Ни одного Не тронул Чтобы На земле Столкнуть Такие Среди Своих То есть С врагами А это Своих Уничтожали Труд Надо положить Чтобы разбудить Некоторых Дальше И извержены Будетесь Земли В которую Ты идешь Чтобы Обладеть Ею И рассеет Тебя Господь По всем Народам От края Земли До края Земли И будешь Там Служить Иным Богам Которых Не знал Ни ты Ни Ни Отцы Твои Сегодня Как раз Говорят Показывают Город Итеренбург Стоят Кришнаиты Хари Кришна Теперь Скажи Хари Это у нас Грубо Так сказать Налицо Говорят Они теперь Хари Пишут И женщины Там Пляшут Призывают Молиться Сколько Я насчитал Женщин Семьера Мужчин Где-то Около Двенадцати Прямо Видим Образальное Большое Здание И они Рекламируют Своё Безумие Здесь Ну Воззыва Там Почти Положительного Ни одного Нет А мы Вышли Для Щегг Сюда Чреслами Качать Здесь У нас Своя Вера Есть А это Неважно А там Другая Вера Была У Китая Бога Вообще Никакого Нет Ну А как же Будда Будда Это Не Бог Это Человек Достигший Состояния Нирваны Такое Положение Которое Святые Бывает То есть Он Беспечен К этому Не Относятся Он Молится И Все И Эти Будда У них Много Тысяч Так У Китая Бога Нет Но Вы знаете Сколько У нас Было Умных Людей Здесь И Спрашивают Одного И Как Должен Я Сыну Сказал Ущи Китайский Язык Будешь Сторожем На Нефтяных Бар Вот Так Рядом Пошли И Будешь Там Служить Иным Богам Которых Ты Не Знал Не Ты Не Отцы Твои Дерево И Камня Но И Между Этими Народами Не Успокоишься И Не Будет Места Покой Для Ноги Твоей И Господь Даст Тебе Там Трепещущее Сердце И Стоевание Очей И Изнавание Души Жизнь Твоя Будет Висеть Перед Тобою И Будешь Трепетать Ночью И Днем И Не Будешь Уверен В Жизни Твоей От Трепета Сердца Твоего Которым Ты Будешь Объят И От Того Что Ты Будешь Видеть Глазами Твоими Утром Ты Скажешь Ой Если Бы Пришел Ветер А Ветером Скажешь Ой Если Бы Наступило Утро И Возвратит Тебя Господь В Египет На кораблях Тем Путем О Котором Я Сказал Тебе Ты Более Не Увидишь Его И Там Будете Продаваться Врагам Вашим В Рабов И Вробы И Не Будет Покупающего Все Это Один Раз Полную главу Потому что Она Касается Каждого Теперь Что об успехе Говорит Слово Божие Бытие 39 Глава 2 3 Стих Посмотрим Что успех Как нам добиться успеха В каком месте Нужно Заботиться Об успехе 39 2 3 Бытие И Был Господь Силосифом Он Он Был Успешен В делах И Жил В доме Господина Своего Египтянина И Увидел Господин Его Что Господь С Ним И Что Всему Что Он Делает Господь В руках Его Дает Успех В плену Показывает Что Ты Посмотрите Не В полковой Крещение И И Говорит Сознанием Дела Дальше 29 Глава 9 С Числа Нет Подожди Закон От Уст Твоих Но Поучайся В ней День И Ночь Дабы В Точности И Сполнять Все Что В Ней Написано Тогда Ты Будешь Успешен В Путях Твоих И Будешь Поступать Благоразумно Вот Я Повелеваю Тебе Будь Тверд И Мужественен Не Страшись И Не Ужасайся Ибо С Тобой Господь Бог Твой Везде Куда Не Пойдешь И Дал Иисус Повеление Отзирателям Народу И Сказал Пройдите Постану И Дайте Повеление Народу И Скажите Заготовляйте Себе Пищу Для Пути Потому Что Спустя Три Дня Вы Пойдете За Иордан Сей Дабы Прийти Взять Землю Которую Господь Бог Отцов Ваших Дает Вам В наследие Все И Будешь Успешен Да Не От Глазами Считай А от усты Считай Слух А тем более У нас Библия Записанная Я Все Насчитал Второй Раз На Компьютер Прекрасно Слышится Я Златоуст Не Знаю Я Даром Даю Это Все Ко Меда Зайдите По Скайпу Скайп Я Все Скину Сразу Новые Новые Люди Приходят Совершенно Даже Другой Наци Других Государств Мы Сколько Искали Наконец Нашли Нашли То Что Есть Сразу Готовятся Ко Крещению Священника Нашли Которых Мощеных Они Не крестят Священники Боятся Нашли Которые В Барнобле Один Сейчас Крестят И Поэтому У нас Здесь Меньше Но Зато В других Местах Если Сложить До Сотни Людей Каждый Год Приходит И Дарья Иома 30 Глава 13 Я Я об успехе говорю Где успех будет А мою стезю Испортили Все Успели Сделать Мои погибли Не имея Помощника Вот так Если Люди Идут Как успеха А Господь Позволит Ты пройдешь Псалом 1.3 Я из разных Книг взял Чтобы пояснить Что такое Успех И на успех Бывает Во вред Человеку И будет Он Как дерево Посажение При потоках Вод Которое Приносит Плод Во время Своё И лист Которого Не вянет И во всем Что не делают Успеет 1.3 Псалом Не такой большой Скажи Заучите Хотя бы Один Псалом Наизусть Я уже Не говорю Живые Помощи Живущие Под кровью Всевышнего 90 Псалом Или все Время Везде Считается Утренней Молитвой Помилуй Мя Боже 50 Псалом Я уезжал Где я обратился Они мне сказали Мы вам дарим 120 Псалом Возвращим Моя помощь Моя помощь Моя Господа Ну и дальше Дарите то что есть Наша мама Как-то пригласили Ее свадьба Была у Баптиста Там В Афрунзе была Она пришла Легла И все Воздыхают Ой-ой-ой Что же так Я говорю Что такое Да у нас что На свадьбе-то делается Горько кричат Да там И пьют И до драки Дело дойдет А тут Такая тишина Библию дарит Слова проповедь Говорит Она лежит Верующий человек Пришла У брата Легла И лежит И все Не может Никак опомниться Какая разница Это даже сравнить Не приходится А почему Вы очищены Слова его Считать не будете Даже знать не будете Какие вы сделаете Посмотри где Я тебе не могу Близко тебя не знаю Но скажу Что Человеку которому Дал Вот это как бы Совет дать И он говорит Я вижу себя Я говорю Ты смотри больше На глаза твои Какие они у тебя Они у тебя Меняются Или нет В глаза Главное Как мальчик маленький Спрашивает Мама Душа Душа А где душа Она говорит Смотри внимательно Мне в глаза Он посмотрит Мам Я ее увидел Ну и все Больше тебе не надо Ты увидел Ты в глаза смотри Дальше 36 7 Солом Покорись Господу И надейся на него Не ревнуй Успевающему В пути своем Человеку Лукавнующему Не надо Мы прочитали Это Законие 28 Глава Как-то запомнить Было Это дело И 139 Псалом 9 стих Еще немного Я понимаю Тема громадная Просто 139 9 Не дай Господи Желаемого Нечестивому Не дай Успеха Злому Замуску Его Они возгордятся Вот они желают Тому ничто То другое Ничего не будет Почему? Мы молимся Все знают И мы Объявляем Вот батюшка Только в больнице А уже просят руки Хирурга Господи Сделаем Я говорю Поднимаюсь Хожу Убляем Убляем Я Убляем Шагу не сделает, чтобы выгоды не было Дальше Притча встречается пять раз Икрестиаса 2.21 Икрестиаса это тоже Салман написал Икрестиаса это проповедник Потому что иной человек трудится мудро С знанием и успехом И должен отдать все человеку Не трудившемуся в том, как быть часть его И эта суета и зло великое Жизнь зарабатывала, куда это пойдет? Один Бог так и знает Чтобы не прилеплялись к видевому 9.11 И сейчас перейдем на Новый Завет Слово успех даже высветите Успешный человек, успешный директор Успешные на Луну слетали, тут неуспешные Ну и мало ли еще успеха Успех во всем бывает На военных действиях, в урожае, в женитьбе И обратился я и видел под солнцем Что непроворным достает успешный бег Не храбрым победа, не мудрым хлеб И не у разумных богатства И не искусным благорасположение Но время и случай для всех их Все имеет друзей везде И однако может ничего, ни грамотно тебе это не поможет Это Бог только делает так Вот я говорю, я судился 11 лет А если близкого не было отношения с мэром города Лучший мэр во всей России Доказывать даже не надо Православный прокурор края Там Глава всей администрации Губернатор Это все вместе уже собрались И давай мое дело решать Подсказывать, ну и решите наконец-то Ну и решили вот Недвижимостью рассчитать Потому что денег нет в городской администрации И дальше Второе Петра Второе Петра Первая глава Третий стих И далее Как от божественной силы Его Даровано нам все потребное для жизни и благочестия Через познание призвавшего нас славою и благостью Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования Дабы вы через них соделывались причастниками божественного естества Удалившись от господствующего в мире растления похотью То вы прилагая к всему все старания Покажите в вере ваших добродетель В добродетели рассудительность В рассудительности воздержания В воздержании терпения В терпении благочестия В благочестии и братолюбии В братолюбии любовь Дальше рассчитайте до 11 стиха Дальше 1 Калимфинам 15.58 По одному стиху будем считать Еще чуть-чуть Итак, братья мои возлюбленные Будьте твердые, непоколебимы Всегда преуспевайте в деле Господнем Зная, что труд ваш не тщатель пред Господом Перед Богом В Западе, смотри, угодно, не угодно Посоветуй всегда Филиппийцам 1.12 Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования Успех благовествования Вот я людей почти не встречаю Там были, были Ну как, каждый где-то месяц к родственникам едут Ну это хорошее дело Ну вы о Боге говорили Да они не бегут Да как раз им и надо это говорить По телефону там где-то говорят Первое слово только Вот пример я говорю Я на работе, тогда телефоны только такие были Стационары звонят Так, я вот хотел спросить У вас там сколько работает Там где купаются водоем Ну я говорю Вы маленько не туда, но здесь есть Я говорю И стал сразу в окрещении Так подождите, я сбегаю за подругой Все Человек приходит в церковь Второе, третье слово Говори о Христе, о любви его Все это кончится Не будет ни книг У нас ничего не будет Каосин на бассейне Будучи укоренены и утверждены в нем И укреплены в вере Как вы научены Преуспевая в ней с благодарением Преуспевая С благодарением Благодарение это вторая ступень Первое, дай, дай, дай Помоги, спаси, сохрани, защити Второе, за все благодари Получил, не получил Ну вот прикинь себе сейчас Ты о чем молился в это время А там уже молиться Там молимся о живом, а его уже нет Будешь Бога благодарить Просто маленько как-то себя Тревожить этим Сегодня да Но благодарить надо за все А третье это уже ступень слабословия Целуй, аллилуйя, пои, слава, цвей, сыну Первое, чем опять, 4, 15 А всем заботься, всем пребывай Дабы успех твой для всех был очевиден Ну впереди перечисляется А как вам и все люди скажут Да успех это никто не делал А как так получилось В стране на сегодняшний день разрушено полностью В 81 тысяча населенных пунктов И мы единственные И сегодня показывают Пришли, а людей-то мало Мало? Но это все У нас ни в одном храме все не ходят Которые ходят А здесь все пришли до одного А был бы больше Больше было и те, которых нету Они заходили, были здесь, молились И второе темопея 3, 13 Злые же люди и обманщики Будут преуспывать возле Вводя в заблуждение и заблуждаюсь Вот их участь какая Вводя в заблуждение Что-то говоря Я слежу в интернете У меня каждый день Столько поносителей Даже высказать нельзя И при том Любое дело Библию Это устаревшая книга Там вам Морочите голову Кто вам детей в лагере отдавал То есть все, что можно сказать Вплоть до матов А это все награда Велика ваша награда на небесах Об этом считаем 5-12 монопея Если вас поносят Богу нашему славу Во веки веков Аминь Богу и имя